Один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов это поселок Солонцин. Кача начала разливаться в ночь субботы на воскресенье. Люди рассказывают, вода поднималась очень резко, на полметра буквально за 10 минут. Здесь подтопило 8 домов, но эвакуация не потребовалась. Двор сплошное озеро, затоплены абсолютно все постройки. Это один из домов в Солонцах, куда ворвалась разлившаяся кача. Хозяйка рассказывает, все произошло очень стремительно. Ей же успели спасти домашнюю птицу. Син позвонил, я была в другом месте уже, наверное, часов в 9 и сказал, ну уже сплошная кача. То есть вода пошла с полей, пошла по дороге, пошла через все огороды. А где-то часа в 2 ночи она была уже у нас в доме. Но здесь всю ночь дежурили МЧС, полиция, то есть они предлагали свои услуги малолетние. Остальным жителям Солонцов повезло больше. Здесь затопило еще 7 подворий, но дальше огородов вода не пошла. Пик паводка уже пройден, кача потихоньку возвращается в свои берега. Местные жители говорят, в последний раз река так буйствовала больше 10 лет назад. Был развернут пункт временного размещения в школе Солонцовской. Техника, автобусы были готовы, то есть при необходимости мы были готовы эвакуировать людей, но какой необходимости не последовало. Реки выходят из берегов уже по всему региону. Специалисты говорят, в этом году речки, которые в обычное время можно было буквально перешагнуть, преподносят неприятные сюрпризы. Сейчас перекрыты дороги сразу в семи районах края. Где-то специально работает дорожная техника вездеходная для того, чтобы переправлять людей. Естественно, силами МЧС, дорожниками, местными администрациями делается все, чтобы люди в такой ситуации не оказались, что называется, отрезанными от мира. Всему виной аномально резкое потепление. В конце прошлой недели температура в крае поднималась до плюс 30, и сразу же пошли дожди. И это при том, что снега было мало только в Красноярске. За пределами столицы региона снежный покров превышал полтора метра. Сейчас талая вода начала спускаться с гор. Почва не успела полностью оттаять, и вся вода, весь водный материал идет напрямую в реки. И поэтому сейчас у нас и бассейн реки Чулым, и бассейн реки Усолка подвергается интенсивному таянию. И сами реки выходят из берегов, и наблюдается подтопление поймы. А сегодня около трех часов ночи вскрылся Енисей в районе сел Ворогово и Зотино. По словам спасателей, там начался активный и бурный ледоход. Велика вероятность образования ледяных заторов. В этом году ситуация достаточно неоднозначная. Потом связана с тем, что первый год эксплуатируется Богучанская ГЭС, и могут быть самые разные сценарии. Рассчитываем на самый негативный сценарий, поэтому сегодня на комиссии по ЧАЭС заслушали всех должностных лиц, соответственных, которые отвечают в части жизнеобеспечения населения. Считаю, что в целом уровень готовности Ярцева достаточно высокий. Каждый год мероприятия эти проводятся, но все равно требуют уточнений. Сегодня были разного рода вопросы. Думаю, что мы все проблемы с ним. Несмотря на то, что сейчас в регион пришли дожди, синоптики успокаивают. Они на паводковую ситуацию не повлияют. К концу недели обещают похолодание. Температура в Красноярске опустится всего до плюс 8 градусов. А ночью даже ждут заморозков. Мы ожидаем похолодания. Это благоприятно, скажется, на формирование волны половодия как в центральных, так и в южных районах. Хотя вот до этого там тоже довольно интенсивный рост наблюдался. Но до опасных значений практически нигде не доходило. Формирование половодия на севере центральных и по Венки и по Таруханскому району оно продолжится. Разлившаяся кача напугала и жителей краевой столицы. Река вышла из берегов в воскресенье. В Красноярске подтопило два дома. В центре города на время пришлось перекрыть одну из улиц. Но опасность уже миновала. Алина Штоколова, Дина Володина, Андрей Крупнов и Александр Ермошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин